Всем привет! Как вы уже заметили, мы сегодня немножко похимичим. Опыт не опасный, единственное, что вы можете очень сильно испачкать свои руки, но об этом чуть позже. Поскольку мы выращиваем кристаллы, нам понадобится то, из чего выращивать кристаллы. Как вы уже поняли из названия, это лимонная кислота. Да, опять. Но на этот раз попробуем провести несколько более интересный эксперимент. Да здравствует Optima-линия, кто же мне когда-нибудь за рекламу-то заплатит? Ладно, как я уже сказал, нам понадобится лимонная кислота и краситель. Краситель, точнее в качестве красителя мы сегодня будем использовать полюбившийся мне желтый маркер. Также нам понадобится какой-нибудь стаканчик, где мы все это будем мешать, замешивать. Желательно, конечно, дистиллированная вода, но никто не запрещает брать самую обычную. И какая-нибудь палочка, чтобы все это можно было перемешивать. Ну и ключ нашего эксперимента, а именно без чего все это не будет работать, какой-нибудь источник ультрафиолета. Итак, начнем по порядку. Берем одноразовый стаканчик, обычную пищевую посуду лучше не врать, хоть лимонная кислота, конечно же, и не опасна, особенно пищевая. Но вот проблема в том, что маркер, а именно его составные, не очень приятны организму. Далее нам понадобится вода. Наливаю примерно полстаканчика, где-то 100 миллилитров. Вот такого количества, я думаю, будет достаточно, чтобы вырастить небольшой кристаллик. Ну а дальше начинается самое интересное и самое грязное дело. Мы берем маркер, и нам нужно его разобрать. Каждый маркер, естественно, разбирается по-своему, но именно мой разбирается примерно вот так. Здесь у него такой красивый стержень, который нам сейчас и предстоит вытащить. Берем какой-нибудь пинцет и просто его оттуда вытаскиваем. Это именно та часть, где у нас хранится весь краситель, вся краска. Так, что-то у меня упало. В общем, именно она и светится, даже можно заметить, таким вот красивым зеленым цветом. Но на этом мы не останавливаемся. Мы сейчас возьмем наш стаканчик с водой и все это аккуратненько туда вытеснем, поскольку наполнитель у нас жидкий. Данный стержень можно опустить немножко в воду, потом перевернуть и выжать его как бы через другую сторону. Тем самым больше красителя у нас перейдет в воду. Ну, тут уж, как говорится, на ваше усмотрение. Я думаю, вы поняли, зачем нам, собственно, нужны перчатки, дабы потом не светиться самим. Наш раствор светится даже, в принципе, при обычном освещении. Панерируем кого-нибудь. Ладно. А при ультрафиолете он начинает светиться еще интенсивней. Что мы делаем дальше? Берем лимонную кислоту, открываем и оба пакетика, что примерно 80 грамм, засыпаем в наш раствор. Произошло некое чудо. Раствор у нас очень резко посветлел. Но на этом мы не остановимся. Возьмем нашу вторую пачку с пола и тоже засыпем в наш стаканчик. По-моему, я с водой немножко перестарался, если честно. Как мы уже знаем, большой объем раствора насыщается довольно долго, а греть я упорно не хочу, потому что любители выращивания кристаллов должны иметь железное терпение и должны быть готовыми к тому, чтобы готовить один раствор в течение недели. Кто хочет сделать все за один день, тут уж, как говорится, не тот случай. Так что все это дело перемешиваем. При необходимости, возможно, еще понадобится добавить лимонную кислоту, если она растворится. Я, наверное, разолью этот раствор в два разных стаканчика, чтобы уменьшить объем в одном стаканчике, увеличить немножко поверхность. Тем самым раствор быстрее насытится и мы приступим к выращиванию кристаллов из этой интересной смеси. Кстати, раствор все еще светится, но немножко другим оттенком. Ну а теперь оставляем наш раствор примерно на одну неделю. Для того, чтобы он смог насытиться, мы его периодически перемешиваем. Достаточно будет где-то раз 5 в сутки. Вначале, конечно же, чаще, но потом можно чуть помедленнее. Также, как я уже сказал, стоит его разделить на две части, на два стаканчика, чтобы дело пошло быстрее. Ну и, собственно, дождемся того момента, когда у нас раствор будет насыщенный и продолжим. Прошла у нас примерно одна неделя. Один из двух растворчиков у нас заметно темнее, потому что я добавил в него еще содержимое одного маркера. Здесь как раз остаточки и плавают. Не обращайте на них внимания, так как раствор будет фильтроваться. Как можно понять, что растворы у нас готовы? Берем любой из стаканчиков, при попытке перемешать вещество, на дне у нас, видите, такие вот сростки. Это значит, что кристаллы на дне начали расти и начали сцепляться между собой. Здесь у нас такая же ситуация. К сожалению, для приготовления этих растворов я немножко ошибся в пропорциях. И на 100 мл уходит у нас не две таких пачечки по 40 грамм, а все четыре и еще чуть-чуть. Так что будьте внимательны. Растворы у нас все еще светятся, хоть они из прозрачного перешли в такие вот оранжевые, но при этом они все еще светятся. Может не так сильно, как зеленый изначальный раствор, но все равно достаточно сильно. Что мы делаем дальше? Фильтруем оба раствора при помощи кофейного фильтра. Тут, к сожалению, лабораторный может не подойти, потому что раствор у нас очень вязкий, и он просто там и остается. Ну а теперь оставляем данный раствор, пока в нем не начнут образовываться где-нибудь внизу или на стеночках затравочные кристаллы, один из которых мы уже привяжем на леску и будем выращивать. Спустя пару дней в растворе у нас есть довольно большое количество кристалликов на дне и на стенках стаканчика. Давайте сейчас аккуратно я переливаю просто раствор в чистый стаканчик. Теперь мы можем выбрать тот кристаллик, который мы привяжем в итоге на леску. На дне они срослись между собой, поэтому наш выбор что-то из тех кристалликов, которые у нас на стенках стаканчика. Один маленький кристаллик я выбрал, и далее, как обычно, нам необходимо привязать его на леску. Ну и как обычно, это займет у нас каких минут 10, может 15. В итоге кристаллик мы кое-как минут за 15 привязали, и теперь опускаем его аккуратненько в емкость с нашим раствором. Ну а теперь остается только ждать, пока наш кристаллик начнет расти. Прошла у нас примерно одна неделя с момента начала роста кристалла. Сейчас кристаллик уже немножко подрос, можно его достать. И давайте заодно проверим, светится ли он. Берем наш фонарик. Ну, небольшое сечение, по крайней мере, раствора на нем точно и есть. Кристалл не закрашивается, к сожалению, полностью, он только закрашивается где-то в дефектах, поэтому такого эффекта, как мы хотели, мы, к сожалению, не получим. Но в итоге мы продолжаем выращивание этого кристалла, переливаем данный раствор в новую емкость, потому что на дне емкости, на стенках образовалось довольно большое количество новых кристаллов, которые мешают расти основному кристаллу. Поэтому просто переливаем. Фильтрация в данном случае не требуется. И опускаем наш кристаллик раствор. Предварительно убираю вот этот вот нарост. Его можно просто с лески вот так вот вверх немножко приподнять. И опускаем вниз. Теперь оставляем все это расти на какое-то время. Прошло две недели с момента роста. Наш кристаллик немножко подрос. И обратите внимание на его прозрачность. Прошло полтора месяца. Кристаллик у нас заметно подрос. Раствора осталось очень мало. И настало время достать его. За это время он сильно много натерпелся всяких неблагоприятных, скажем так, условий. У нас лето. Повышалась температура. Он частично растворялся. Потом рос заново. В общем, прозрачность его слегка утеряна. Ну что ж, давайте достанем его и посмотрим. Раствор у нас все еще светится. Таким голубым, местами зеленоватым цветом. И давайте достанем сам кристаллик. Вот так он сейчас выглядит. Сверху тут есть несколько паразитов, потому что раствора мало. И давайте включим нашу лампочку. По большей части кристалл у нас светится, но в основном из-за слоя раствора, который сейчас находится на нем. Если же кристаллик высушить, давайте сейчас это и сделаем за кадром. Окрашивание кристалла происходит не полностью. Краситель у нас попал фактически только в те места, где у кристалла есть какие-нибудь дефекты. Собственно, в основном это середина, потому что в тот момент у нас происходило частичное растворение кристалла из-за перепада температур. И поэтому именно там краситель у нас и задержался. Чтобы хоть как-то сделать кристаллик такой более привлекательным, давайте опустим его назад в раствор и высушим уже с раствором на нем. Итак, сам кристаллик у нас светится вот так. Мы сейчас опустим его назад в раствор, немножко промокнем и достанем. Тем самым мы немножко высушим его сейчас. Когда он высохнет, мы сможем покрыть его лаком. Соответственно, свечение у нас получится несколько сильнее, чем если бы мы покрыли его лаком просто так. Итак, наш кристаллик слегка подсох. Он у нас все еще светится. Это радует. Теперь его можно отрезать и покрыть прозрачным лаком. Кристаллик наш высох и он все еще светится. Чем ближе у нас кристаллик к лампе, тем, соответственно, ярче и красивее его свечение. Этот кристаллик мы вырастили вместе с вами, но есть у меня еще один кристаллик, который я в итоге не обмакивал в раствор и просто высушил его и покрасил прозрачным лаком. Он тоже слегка светится, но при таком освещении не очень это заметно. Этот, соответственно, у нас лучше. Если вы хотите, конечно же, светящийся кристаллик, то можно, конечно же, чуть-чуть схитрить и взять, опять же, наш желтый маркер и любой кристаллик. И просто в наглую его покрасить. Получится вот такой вот маленький кристаллик. В данном случае у меня хлорид калия. Просто покрашенный маркером. По-моему, если просто покрасить кристаллик, все это будет выглядеть даже намного лучше, чем мы пытались сделать с вами. Правда, руки после этого еще немножко красятся. Но если покрыть лаком, будет вообще замечательно. Ну а на этом мы с вами сегодня попрощаемся. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok